Мы на то! Мы на то! Мы на то! Уважаемые советники, уважаемые минициплимары, уважаемые дорогие бельчане, последние несколько недель мы столкнулись с давлением, которое является беспрецедентным по наглости, по подлости и потому, что еще раз не только бельчане, но и все граждане Молдовы убедились в том, что Молдова является захваченным государством, то, что бандиты под контролем плохотников, одним могут выключать повестки, вторым могут угрожать, причем угрожают уже не только советникам, а угрожают их женам, их ближайшим родственникам. То, на что пошла наша франция, на что пошли наши советники, среди которых есть и молодые, ребят, есть молодые женщины, есть люди постанше, объявив голодовку, вы знаете, люди пошли на крайние меры для того, чтобы отстоять на основе города и для того, чтобы стать примером для подражания для всех граждан Молдовы, которые против того беспредела и произвола, который происходит в стране, для того, чтобы показать всем, что можно противостоять бандитам, людям-плохотника, которые, у них нет совести, у них нет чести, у них есть только полицейские, прокурорские мундиры и огромные деньги, которые выделяются для осуществления всего этого беззакония. Я преклоняюсь перед теми советниками, которые голодали все эти дни. Я чувствовал, наверное, себя хуже всех в этой ситуации, потому что наблюдать на расстоянии за тем, как героически себя ведут те, которых я пригласил, которых я консолидировал для того, чтобы мы изменили радикальность ситуации детцев. Я не был рядом со своими людьми по понятным для всех вас причинам, но я поражаюсь их стойкостью, потому что ни температура, ни воспаление легких, ни угрозы не сломали их, и они сегодня остались здесь, и они остались верные в первую очередь чанам, а только потом в самим себе. Огромное спасибо вам, ребята, у них не вам за этот поклон. Я хочу вам подчиняться всем, которые приходили в эти дни к нашим коллегам, которые поддержали, эта поддержка бельчан была очень важна для всех нас, потому что я неоднократно говорил о том, что мы будем бороться, мы будем бороться до конца, но мы будем в то же самое время бороться столько, пока мы видим, что это нужно людям, пока людям нужны эти изменения. Я обратился к фракции нашей партии, муниципаля Света, с просьбой об миницировании этого референдума, потому что все мы стали свидетелями, как круглосуточно, каждый день, в течение последних нескольких лет. Телеканалы «Буртика» «Буртика» чаще всего показывали какие-то небылицы, когда они рассказывают о том, что в стране все хорошо оказывается, вот это только в беде. Когда они выпускают из-под кражи, учащие кражи миллиарда, когда они продолжают грабить нашу страну и другие населенные бункеры, и когда есть тайка этих негодяев-бедцев, представляющих плохой фига, которые хотят вернуть себе рынки. Они не хотят вернуть рынки, они хотят вернуть десятки миллионов лет, которые они как-либо воровать. Они включили все свои инструменты. Они блокировали перед практиками вывоз мусора. Они пьяют на тех, кто не убит работников в мэрии, чтобы они уволились, на руководителей муниципальных предприятий. После того, что делали наши сотрудники, после того, как вы показали всей стране, ребят, что можно противостоять режиму, я хочу сказать, что Бельская премария в вашем лице является сегодня, стала основным символом сопротивления в стране. И здесь всем я обращаюсь ко всем премарам в стране, вне зависимости от партии, в которые они избрались. Я знаю, что на многих дают. Вы видели, большинство людей заставили перейти в демократическую партию. Многие уехали за границу и попросили политического убежища. Все те, которые чувствуют себя одинокими, которые боятся того, что они сами не могут дать этот бой правящему режиму, я вам предлагаю консолидироваться, стать рядом с нашими людьми, потому что чем больше нас будет, тем быстрее и лучше нас тут вышит и вся страна, и внешние партнеры. И самое главное, у людей появится во всей стране, вне зависимости от языка, на каком они говорят, вне зависимости от их политических взглядов, у людей появится надежда, что у Молдовы все-таки может быть будущее. И это будущее за такими стойкими людьми, как вы. Я хочу еще раз поблагодарить чисто к нашим бельчанам и к людям из других населенных полков, которые следили и следят за всем тем, что происходит. Сегодня мы выиграли вместе с вами небольшую битву, но основные бои у нас будут еще впереди. Основные сражения, мы даже сказали. Вы видите, что эти негодяи работали не так и сегодня ночью. Они ночью сегодня забрали Владимира Агулу, Листника они забрали пораньше. Они любыми путями хотят избрать твоего вице-примара, для того, чтобы повторить ту ситуацию, которая у них есть сегодня в тишине. сегодня без поддержки граждан, без поддержки родных бельчан, без поддержки граждан Молдовы, мы не сможем двигаться вперед так, как нам может быть, как делать. Поэтому я очень надеюсь на вашу дальнейшую поддержку. И давайте сделаем предупреждение всем тем, которые занимались этим правовым беспределом, угрозами, используя бандитов, используя подконтрольные компании. Я хочу, чтобы вся страна, еще раз, которую они наблюдают, знала, что мы единственный город в стране, где до того, как мы пришли в власть, украли не только деньги бельчан через разные серые схемы, и прокуратура, АВД, Центр по поддержке коррупции до сих пор не среагировали на это. Есть уголовные дела, которые они замариновали, но своих отец ссадать не хотят. Бельчан украли не только земли, бельчан украли не только сотни миллионов лет, бельчан украли даже услугу по уборке, мусор. У бельчан украли даже канализацию, такого, чтобы вы знали, в стране нигде нет. Держайка ворот украла канализацию, и 50 лет с нее будут получать деньги они и те, кто их покрывают в парламенте. Я не понимаю, почему к вам не приехал до сих пор вице-председатель парламента Владимир Бетюр, который является партнером Больберга и всех тех, которые украли у вас канализацию. На 10 или 15 процентов я не помню, но это не столь вас. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, дорогие бельчанеры, если они продолжат репрессии против заветов, против работников при паре, если они начнут подключать канализацию, блокировать опять город по уборке мусора, устроят какие-то новые диверсии, потому что только их они обсуждают каждый день. Мы с вами должны будем консолидироваться. Тогда я опрощусь не только к бельчанам, а ко всем гражданам страны. И на данный момент я встречаюсь с сотнями наших соотечественников на территории России, скоро вы сможете встретить на территории страны Бросоюта. Вы знаете, что я готовлю в этом году и конкретно в ближайшее время свое возвращение домой, насколько оно будет быстрое, зависит от всех вас. Мы должны будем собраться все вместе, и если не будут продолжать такими же путями, мы просто должны будем взять с вами бетенки и вывести весь этот мусор с территории Республики Молдова, и это будет самая большая в истории страны и в истории даже современной политики операция по вывитанию мусора в течение дня одновременно во всех городах на территории Республики Молдова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... для тех, кто не убедил по-натолу, и тех, кто убедил этот собор, будут рассказывать о соборах и о соборах. И этот криминальный требует в суде, чтобы не судить его. Чтобы судить собор, чтобы быть в процессе дисписа, в суде, чтобы понять, что в тот полный тест перед прессировался по окайгрей, и пушкари, моец пиуни, и остальные пушкари в билет. Вам был смес, здравие певц, спасибо большое, дорогие друзья, еще раз поугадяю, желаю вам приветствовать, и всем приветствовать, и всем приветствовать, и всем приветствовать. Единственное спасибо, дорогие граждане, а самые силы, и все, что вы знаете. Без макцов, Без макцов, Без макцов, Без макцов, Без макцов! Без макцов! Без макцов! Без макцов! Без макцов! Извините, пока я выступал перед вами, вот я получил сообщение от другой из руководителей департии, который представляет их в бельцах. Значит, ребят все равно принято решение, что мы аннулируем референдум. Для этого у нас есть и тык, и для этого у нас есть суды. Референдума вашего все равно не будет. Вот, пожалуйста, только проголосовать. Они уже говорят, что... Ну, они боятся референдума, потому что вы кузберчаник и результаты референдума просто дадут им в морду. А мы дадим им в морду вне снижимости. Заблокируют они референдума, тем быстрее нужно будет их всех прописеть. Спасибо, ребята, я вас люблю. Будьте и здоровы. Спасибо. 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 Спасибо.